здравствуйте уважаемые студенты сегодня мы с вами продолжаем изучать имя существительное как часть речи на прошлом уроке мы с вами на прошлом занятии мы с вами рассмотрели такие лексико-грамматические разряды существительного и рассмотрели категорию рода числа сегодня мы с вами продолжим рассматривать особенности категории числа имени существительного а также рассмотрим категорию падежа имени существительного а также типы склонений и так в до существительного характерно для существительных русского языка характерен как деривационный, так и реляционный характер категории числа. Поэтому, например, стол, столы здесь реляционное значение, только меняется грамматическое значение, не меняется лексическое, а сыр, сыры, сыр это продукт, а сыры это разновидности сорта данного продукта, это здесь уже меняется и деривационное значение. Так вот, отношения между деривационными коррелятами могут быть следующие. Действия и его результат, например, стрижка, стрижки, посев, посевы, вещество и вид вещества, нефть, нефть и газ, газы, вещество и предмет из него, фосфат, фосфат и алмаз, алмазы, вещество и пространство, занимаемое этим веществом песок, пески, камыш, камыши, качество и предмет, обладающий этим качеством, талант, таланты, величина, величина, жизнь жизни категория подержания существительного в чем особенность до принадлежит только имена наиболее последовательно выражена у существительного падежное значение это грамматическое значение которое показывает на отношении слова форма существительного в другим словоформа словосочетание и предложение какие бывают особенности до в отличие от других категорий категория падежа носит двойственный характер с одной стороны это номинативная категория потому что за каждой слова формы стоит определенное содержание например ударить рукой чем до инструментальное значение смотреть на руку объектное значение категория падежа также повернута к синтаксису бывают следующие варианты падежных окончаний синтетический способ средства выражения окончания кроме окончания могут использоваться предлоги это гибридный способ окончания плюс предлог в группе несклоняемых существительных падежное значение определяется только аналитическим способом предлог или форма зависимого слова и падежное значение может выражаться контекстом это тоже аналитический способ кроме того порядок слов тоже играет роль в выражении падежного значения например мать любит дочь здесь мать именительный падеж любит кого дочь винительный падеж или же если будет дочь любит мать то следовательно дочь это именительный падеж любит кого мать мать это винительный падеж слова формы существительных могут выражать различные отношения из них пять значений первое объектное значение это отношение предмета к действию которые направлены на этот предмет объектное значение выражается всеми формами косвенных падежей например написать кому матери любоваться чем природы скучать о ком о детях построить что город субъектное значение это лицо или предмет самостоятельно выполняющие это действие субъектное значение выражается именительным, дательным, творительным и родительным падежами. И чаще всего для того, чтобы распознать и отличить субъектное и объектное значение, можно использовать прием трансформации. Например, шум самолета, самолет шумит. Приготовление обеда, приготовить обед, здесь объектное значение. Чтение ученика, ученик читает субъектное значение, чтение книги, читает книгу, что здесь объектное значение. Следующее значение подержанное – это атрибутивное или определительное. Это отношение предмета к другому предмету, характеризующий с разных сторон. Здесь можно задать два вопроса, как подержанный смысловой. Какие могут быть значения? Основные оттенки обстоятельств значения – значение места, значение времени, причины, цели, меры, степени, образа действия. Например, лететь как птицей или сделать зачем – ради детей. Комплективное значение – это восполняющее значение. Значение реализуется, если главное слово является лексически недостаточным, а зависимое его восполняет. Например, чаще всего это при сочетании с числительными. Например, пять книг казался красавцем в составных именных сказуемых. Итак, на этом мы с вами рассмотрели подержанные значения. Перейдем к склонению имен существительных. Значит, склонение выделяется в основном три основных типа склонения, как со школьной программой мы знаем. Но мы здесь в вузовской грамматике меняются местами первое-второе в связи с тем, что первая группа пошкольная – это вторая группа. Она очень объемная, в связи с этим ее выделяют как первая – это существительные с нулевым окончанием ОЕ, лагерь, озеро, например. Второе склонение – это слова женского, мужского и общего рода на АЯ. И третье склонение – это существительные женского рода с нулевым окончанием НОЖ, НОЧ, РОЖ, СТЕПЬ. Но следует отметить, что это основные три типа склонения. Помимо этого, еще выделяют существительные разносклоняемые, все на МЯ и ПЛЮС ПУТЬ. Выделяют нулевое склонение – это все неизменяемые слова, пальто, кино. Еще выделяют отдельно существительные плюрали, а там том существительные, только во множественном числе ножницы, например, духи. Помимо этого, еще есть существительные, которые склоняются либо по аддиктивному типу склонения, то есть как прилагательному, либо по смешанному, имеют в своей парадигме окончания как прилагательных, так и существительных. Например, скажем, ничья. Они сыграли в ничью, ничья. Или же, например, скажем, взрослые нас заставляют читать книги, например, взрослые нас постоянно оберегают. В данном случае взрослый стал существительным, а бывшая прилагательная, то есть произошла субстантивация. На этом мы с вами рассмотрели типы склонения, более подробно мы с вами все типы склонения рассмотрим на практических занятиях, а также научимся распознавать поддержанные значения существительных. До встречи!